Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш канал! Сегодняшнее наше видео будет отличаться от всех наших предыдущих видео. Обычно мы Турцию показываем со стороны путешествия, моря, отдых, недвижимость, солнце, пляж. Но сегодня у нас социальный проект. В гостях в Алании проект «Подари детям моря», который привезли особенных детей сюда на реабилитацию. Поэтому прошу вас, не переключайтесь, поддержите это видео лайками и, пожалуйста, поделитесь своими друзьями, чтобы максимальное количество людей могли посмотреть данное видео. Друзья, всех приветствую на нашем канале! У нас сегодня будет необычный выпуск. У нас в Алании сейчас в гостях проект «Подари детям моря» и рядом со мной сидит основатель Утепова Рымгуль. Рымгуль, добро пожаловать в Аланию! Ланя Акошки, Эльдензер! Сама от себя! Очень приятно, что мы сегодня встретились. Спасибо за такую организованную встречу. Ну, что хотелось бы рассказать о нашем проекте. В 2018 году мы в городе Алматы создали реабилитационный центр «Территория успеха». То есть это общественная организация, которая направлена на помощь детям и семьям с диагнозом ДЦП. Мне это очень близко к сердцу, потому что я сама, мама особого ребенка, моему сыну уже 9 лет. Из этих 9 лет, вот 6 лет я занимаюсь непосредственно помощью и реабилитацией. У меня своя команда сформировалась в Алматы. То есть одни из опытных инструкторов и специалистов сейчас приехали на наш проект. Наверное, почему я пришла к этому проекту, потому что испробовала все, наверное, да. То есть я поняла, что формат отдыха, вот в таком формате, как бы, когда ребенок и мама получают заряд, не только ежедневную реабилитацию, которую мы пытаемся родителям всегда дать, да. А вот именно в таком формате, это вообще первый раз, не только в Казахстане, я думаю, что есть и в России подобные, но именно вот реабилитацию с морем соединили. Приятная с полезной. Да, мы создали первый пилотный проект. Ну, ежедневно, когда ты видишь семьи, которые приходят на реабилитацию, через нас проходят различные семьи, к сожалению. Есть семьи, которые мама одним воспитывает, да, зачастую мамы остаются одни с таким диагнозом. Папы, как-то бывает, что... Бросают. Бросают, да. Есть такие семьи, у которых многодетных, среди многодетных семей есть такие детки. К сожалению, встречаются семьи, у которых более двое или трое семей каких-то особых. Для них такой формат моря попасть, это очень финансово тяжело. Меня зовут Кульмира, я многодетная мама. Из них трое у меня тройняшки, им сейчас 6 лет. Они болеют заболеванием ДЦП. То есть я узнала об этом проекте «Подари детям море» через одну девушку. То есть благодаря ей я подала заявку и попала в этот социальный проект. На что я хочу сказать огромное спасибо всем, всем... Всей команде. Всей команде, неравнодушным людям, которые тоже не остались в стороне. Сейчас мои дети на сегодняшний день получают реабилитацию, остеопатию. Программа «Цепь». То есть это двое-трое инструкторов вместе занимаются с одним ребенком по полтора часа. То есть там и логопед, и нейропсихология, и ЛФК, и массаж. Будучи у себя на работе, приехала семья, у которых есть возможность побывать. То есть мама такая отдохнувшая. То есть они поймали, побывали на море, ребенок отдохнувший. То есть иммунитет где-то свой поправили. И рядом с ней сидела мама, вот одна, которую воспитывала. И она говорит, как здорово. А мы вот никогда не сможем поехать. Ну то есть понимая, что финансовое состояние у них такое душаткое, да. У меня вот в голове вот что-то такое, вот как, понимаешь, шелчок. То есть мне хотелось именно дать возможность таким семьям попасть. И два года назад, до карантина, я уже как бы выстроила вот эту вот программу в голове. И, конечно, это было, всем казалось, что это неосуществимо, что это такой формат практически невозможен, да. Но вот с помощью друзей, близких, родных, я благодарна нашим медийным личностям нашего Казахстана, который, когда мы запустили эстафету добра, то есть мы смогли собрать небольшое количество денег. И сейчас мы здесь. Касается моих детей, то есть это уже врожденная патология. Я уже их так родила. Все трое родились? Да, всех трое так родила. И в 4 месяца нам поставили этот диагноз. И с того времени я начала, то есть бороться за их хотя бы чуточку, чтобы они в этой жизни жили полноценной жизнью. Сегодняшний день привезли вторую группу детей. В первой группе у нас были как раз вот мама, одна воспитывающая ребенка. То есть в Казахстане была целая комиссия, которая рассматривала эти документы. То есть мы отобрали 12 семей на этот пилотный проект. И вот 12 семей сейчас потихоньку-потихоньку приезжают. В первый же день, я хочу просто их эмоции рассказать, в первый же день, когда мы приехали, то есть слезли с самолета, потом приехали, нас встретили специалисты, Валера, остеопат, Жанара, администратор. И тогда мои дети увидели бассейн. То есть они ничего не смотрели, они начали плакать, чтобы вот покупаться. То есть у них такая радость, эмоции. То есть они начали и плакать, и радоваться. Наши специалисты привезли свои программы, которые действенные. Мы в Казахстане единственные на сегодняшний день, которые разработал свою программу, программа «Цепь» называется. Приехал наш специалист, Земжан Исаев. То есть мы соединили логопедию, дефектологию и лечебную физкультуру в одну программу. То есть дети играючи занимаются. И на сегодняшний день из той группы есть такие хорошие результаты. То есть ребенок еле ходил, но стал увереннее за эти 15 дней. То есть когда отдых соединили мы, этот результат, он немного как сдвинулся. Здравствуйте, меня зовут Азимжан, я являюсь инструктором ЛФК. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я логопед-нейропсихолог. Мы являемся частью проекта «Подари детям море», который был организован в стране Турции, в городе Алане. Мы привезли сюда детей на море, чтобы они получили определенную реабилитацию и, конечно, в совокупности с морем и с воздухом, и, конечно же, с гидротерапией. Я являюсь как основателем программы «Система ЦЭК». Это уникальный метод, который включает в себя пять направлений реабилитации взаимодействия трех специалистов, которые работают в одной команде с одним ребенком. Суть в этой методике заключается в том, что каждый специалист является как одним целым и работает в процессе с одним ребенком, и дает возможность, чтобы ребенок обретал несколько функций одновременно. И еще один, наверное, посыл был у меня, чтобы мамы немножко отдохнули. То есть мама – это и есть мама, да? Сейчас везде говорят же, что здоровый ребенок, когда здоровая мама, да? И мама вот здесь находясь. Мы постарались даже им условия создать, чтобы они не готовили. Мы привезли своего повара, чтобы он готовил для этих мам и детей. То есть нужно… Их задача была отдыхать и работать только, да? И мамы вот сейчас просто даже, как сказать, их задача привезти ребенка, съездить на море. Даже пытаемся какие-то экскурсии сделать. Вот благодаря нашей казахской диаспоре, вот Айгуль, Арман, да, вот там тоже организовали для наших детей. Это такие эмоции. Это вот реально не передать. Просто когда ты в действительности здесь находишься, вот ты это видишь. Мы от государства получаем пенсию ежемесячно. Пенсию на одного ребенка. На одного ребенка сто тысяч тенге ежемесячно. Ежемесячно, да. Не согласны, когда мама говорит, вот у меня врач умилает, у меня врач умилает. Зачастую, ну, как будто, мое чистое мнение, это каждая ситуация. У кого-то в действительности врачи умилает, у кого-то просто в период рода у ребенка может быть какой-то инсульт. То есть это сопутствующее, да? У меня, например, ребенок родился совершенно здоровый, да? Но получилось, что после прививки у нас вот желтушка была, билирубина был высшими, да? То есть если бы его вовремя просмотрели, вовремя откапали, вовремя оказали первое то, что нужно, да? Могу ребенок был бы совершенно здоровый. Ну, вот, с одной стороны, Илья, то, что я уже как бы к этому привыкла, и, ну, я уже не стараюсь как-то спорить с кем-то. Я пытаюсь с этим жить и дать своему ребенку жить с тем, что есть. Радоваться, кайфовать, наверное, да? То есть, вот я и говорю, был момент, когда я его не потеряла чуть-то. Я вот поняла, и как села, и думаю, наверное, вот это все, это надо хватить. Мучить его, мучить себя, наверное, да? Надо с этим жить. И жить, и радоваться. То есть сейчас ему в этом... Ну, я пришла к такому, что надо жить и принимать правильно, то есть ставить правильное распределение в себе, в детях. Я, например, очень долго... Почему реабилитационный центр создала? То есть первые три года я просто-напросто с ребенком вот ездила. Была в Китае, была в Корее, была там в Московке, у всяких различных реабилитационных центров. Я забыла о семье, о старших своих детях, я забыла о супруге, я забыла... Ну, то есть, как сказать, ушла в него. А потом понимала, что есть жизнь, надо жить и для других детей, надо жить и для себя, наверное, где-то, да? Поэтому вот решила, что я больше никуда не буду ездить, я лучше создам что-то свое и лучше буду помогать другим. Мы сюда привезли уже 13 детей, они получают уже как психологическую, интеллектуальную и физическую реабилитацию. Эти дети прилетели с родителями. Родители также получают психологическую поддержку. В совокупности с морем, воздухом, пляжем, все вместе дает отличные результаты при реабилитации. И еще мне всегда хотелось, наверное, поднять нашу казахстанскую реабилитацию. Мы почему-то немножко зациклены всегда. Изначально, что там где-то сделают лучше, что там, например, в Китае, в Корее, да, есть хорошие специалисты, но есть такой момент, что и наши ребята классные, то есть и наши ребята могут это сделать. И цель еще одна из проектов была, чтобы поднять наш казахстанскую реабилитацию. То есть показайте, что мы тоже можем. То есть сейчас вот за 2-3 недели могу сделать такой небольшой подыток, да, что к нам уже пишут и с России, с Украины дети, которые сейчас вот в такой ситуации, да, и им тоже нужно реабилитироваться, да, и они вот сейчас спрашивают, как нам попасть, как нам приехать, то есть видят занятия наши. Вчера я даже какую-то такую оценку для себя сделала. Приехала семья особая, тоже они с Украины здесь вот живут недалеко. И когда они побывали на консультации наших ребят, папа говорит, знаете, я так прям доволен, хотя они полмира проездили, оказывается у вас такие вот ребята, можно мы будем прям ходить к вам, пожалуйста, то есть это уже говорит о том, что мы уже чуть-чуть как бы выросли, то есть на уровень когда-то переходим, да. Есть определенные результаты у каждого ребенка, пускай они даже маленькие, но за этот короткий срок мы добились те результаты, которые возможно было добиться за этот срок. Ну, например, хочу рассказать про мальчика по имени Мансур. Он, когда приехал сюда, у него была проблема именно с подвижностью, того, что когда при ходьбе его тело начало кривиться, это вообще называется как стереотипом, при движении он начал сильно уводить, ну, его уводить в сторону, и поэтому он не видел куда идет и постоянно падал, и поэтому страдала и координация. Мы работали над этим и добились того, что он уже больше смотрел вперед, сводил руки и таким образом шел быстрее, ну, в смысле смотрел куда идет и уже чаще-чаще начал ходить, не так, как раньше он двигался на полу, а теперь уже, можно сказать, уже ходит и передвигается по комнатам, залазит на лестницу. И, в принципе, вот таких результатов у каждого ребенка есть, мы еще понимаем, конечно, от уровня развития, какой сам по себе ребенок сложный, и поэтому у них свои у каждого результаты. В нашем заболевании иногда в ДЦП могут и быть откаты, то есть это заболевание не сразу лечится, нужно годы сюда вкладывать. Иногда у некоторых детей есть и полегче формы, то есть можно быстрее их поставить на ноги. Это сейчас, в котором мы проходим реабилитацию, то есть я не могу сказать на одном, это комплексно, то есть и вода, и воздух, и специалисты, это все помогает, то есть и сейчас дети очень счастливы от одного этого, когда, да, вида, когда мы говорим, что мы едем на море, то есть они начинают радоваться, а на море сколько у них там счастья бы увидели. Недавно Димаша Кудрибергенова был концерт, нам подарили нашему центру 90 билетов, и мы смогли 90 детям подарить радость побывать на концерте. И наши старшие дети сопровождали их. То есть это уже говорит о том, что общество видит, что такими детьми можно. Например, я очень благодарна Ханатара, да, вот Димаша папе, то, что он организовал нам такую прям целую, как автобус, нас прям завезли, я хотя здесь находилась, мои дети там были, да, и они целым автобусом завезли их, отдельные места нам дали, да, и столько эмоций дети получили, это же, ну, и, конечно, вот в таком формате, я считаю, нужно показывать вообще, что мы есть, что эти дети не заразные, например, многие же иногда думают, проходят, раз ребенок такой особый, да, значит, что-то не так, да, боятся подходить, там, или еще что-то, да, а я вот всегда в таких моментах говорю, вы наоборот, будьте ближе к ним, вы почувствуете их мир. Как я в будущем, чтобы много родителей увидели этот город, Аланию, чтобы их реабилитация тоже прошла успешно, чтобы были маленькие шажочки у всех, у некоторых детей, некоторые дети просто даже возьмут в руку ложку, и это уже для нас достижение, то есть я хочу, чтобы каждая мама, папа, то есть полноценные семьи, сейчас много ведь таких семей, чтобы вот это все ощутили, как я. хочу поблагодарить каждого человека, который был частью этого проекта, который внес определенную изюминку, чтобы этот проект жил и развивался дальше. Хочу поблагодарить отдельно свой коллектив, свою команду, которые были именно в этом процессе и шли со мной вместе до конца. Хочу поблагодарить Рымгуль, которая создала этот проект, которая основала его и сделала все возможное, чтобы он жил и развивался дальше. Я всегда говорю, когда есть друзья, которые поддерживают, тогда мы действительно многое можем вместе сделать. Я благодарна еще раз говорю всем нашим друзьям, кто принимал какое-то хоть маленькое количество для того, чтобы этот проект именно, как сказать, дал старт, хороший старт, да, и я надеюсь, что мы все вместе еще сделаем не только один, два, три приезда детей, а сможем на круглый год привозить детей в таком формате. Друзья, хочу попросить вас поддержать данное видео, отправить своим друзьям, знакомым, чтобы максимальное количество людей могли посмотреть его. Здесь внизу я укажу реквизиты, сбор открыт, чтобы последующие дети тоже могли и имели возможность приехать сюда, в Аланию, на реабилитацию. Если каждый внесет свою лепту, мы сделаем благое дело. Давайте вместе подарим детям море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова